Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Меня зовут Валерия Иванова. И сегодня в гостях студии Никита Прибыльский, шеф-повар. И Денис Лосунский, тоже шеф-повар. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз обсуждаем сегодня тему, которая была очень обсуждаема в Фейсбуке, во всех социальных других сетях. Ресторанная неделя 2019. Которая традиционно проводится каждый октябрь. Сегодня мы будем делиться мнениями, как с нашими экспертами, так и с радиослушателями, насколько это актуальное мероприятие, насколько оно соответствует заявленным требованиям, как вообще воспринимают это сами гости. Потому что на портале «Рига.Лайф» указывается следующая информация, что каждый сезон ресторанов приглашают поучаствовать за минимальную стоимость, делать меню. Три блюда всегда предлагают, да, это закуска основное и десерт. 15-20 евро, если я не ошибаюсь. И участвуют в этом где-то порядка 40 ресторанов. Соответственно, в течение недели жители столицы и не только приглашают отведать эксклюзивное предложение. И, как показывает практика, чаще всего в Фейсбуке остаются самые негативные отзывы от посетителей. Хотя, я думаю, сами рестораны надеются, что это будет хороший приток новых гостей, которых можно познакомить с интерпретацией осенних продуктов, да, с тем, что шефы придумали. Вот как вы считаете, насколько игра стоит свеч, оценивают ли ваши старания непосредственно гости, и как вообще накаляется ли атмосфера на самой кухне в процессе? Естественно, атмосфера накаляется. Я участвовал в ресторанах в неделях не в этой, а до этого. И, во-первых, сама подготовка, да, то есть это определенный экшен, когда ты выстраиваешь план, когда ты, во-первых, пишешь меню, просчитываешь продукты, чтобы не только позвать людей, а чтобы это еще было выгодно для заведения. Когда ты делаешь заготовки на эту неделю, прогнозируешь, сколько будет продано порции, это все классный экшен. И мероприятие вообще, как ресторанная неделя, это классное мероприятие. В том плане, что возможность для всех ресторанов слиться в какой-то один поток, в один вектор и поработать в одном направлении, как бы намеренно на то, чтобы там в течение недели люди ходили по ресторанам, развивались, но от этого требуется развитие от ресторанов и, как с моей точки зрения, от организаторов ресторана недели тоже. Потому что мне кажется, что даже по оборотам, то, что было несколько лет назад и то, что сейчас, это абсолютно разные цифры. И, на мой взгляд, все идет на спад, как в плане посещаемости, так и в плане приготовления со стороны ресторанов. Да, то есть, потому что еще когда не опубликовано меню ресторанов на ресторанную неделю, ты, в принципе, знаешь, чего ожидать. И когда они уже опубликованы, ты заходишь на сайт, читаешь, и это одно и то же. Либо это одно и то же, либо что-то где-то меняется, но неинтересно. Поэтому, не знаю, мне кажется, было бы занятно с точки зрения организаторов как-то поменять игру, внести какие-то новые, возможно, правила, возможно, другой формат сделать. Но если рестораны не справляются с тем, чтобы удивить человека, то мне кажется, что организаторам стоит задуматься об этом. То есть, непосредственно те, кто придумали все это мероприятие, должны внести? Да, конечно. Сами рестораны тоже должны развиваться, безусловно. Но и организаторы тоже должны идти вперед и развиваться. Не просто менять какую-то тематику, на каждую неделю новая тематика, а усовершенствовать свое вот это творение. А то получается, как с моей стороны выглядит, да, абсолютно мое мнение, которое не должно никем восприниматься как экспертное и так далее, что это выглядит как будто, а, у нас там ресторанная неделя, ну, пускай будет такая тематика, и все. А вот продумать, сделать какое-то новое правило, какую-то фишечку добавить, чтобы это было интересно. То есть, не хватает уже какой-то вот изюминки по всем этому. Хорошо, спасибо большое. Никита, Денис, как вы считаете? Тоже согласен с Никитой. Более надо делать как вот именно, как шоу. Потому что у нас получается просто, что это как небольшая акция, какое-то мероприятие, как реклама для того же ресторана, человек тоже неподготовленного не знает. Это как-то надо более освещать, подключать телевидение, как-то массово. Потому что, по большому счету, об этом это несколько постов в Фейсбуке. Это единственное, как вот люди узнают. Мало рекламы, немного на радио. Надо более это все популяризировать, чтобы это было интересно и людям. Потому что так пока это не особо популярно, к сожалению. Ну, мне кажется, что вы все-таки, без обид, да, на стороне людей в этом обсуждении. Потому что то, что я вижу, да, как человек, который тоже работал в ресторане, будучи директором во время ресторанной недели, все-таки для людей сами рестораны очень и очень стараются. Я помню просто этот адский ад, по-другому не могу назвать, когда полная посадка, да, и каждые полчаса у тебя меняется стол, ну, плюс-минус, да, потому что ресторанная неделя, она не подразумевает такое, ну, долгое, да, нахождение в ресторане, что там отдают по очереди все три блюда. Меняется это количество людей. Кухня вся в ужасной запаре, потому что отдаются одинаковые блюда. Шеф весь там ругается, я просто, ну, реально помню, это как вчера, да, на эту накаленную обстановку. И я как директор, естественно, подходила к своим гостям, да, в ресторане, уточняла, все ли нравится, может быть, есть какие-то комментарии, которые можно передать кухне. Практически все поголовно говорили, а что такие маленькие порции? Вот на мой взгляд, это не очень честно, потому что когда, неважно, это будет ресторан или винный бар, приглашают людей на дегустацию, на тейстинг-меню, то это подразумевает попробовать, а не съесть огромную порцию. То есть это такой приятный жест ознакомления посетителей с какими-то авторскими позициями, да, и это вот именно попробовать, понять, нравится, не нравится, в конце концов увидеть, что сам этот ресторан на себя представляет, какие-то сочетания, ну, необычные, да, ингредиентов для себя выявить. Вот, и потом, то есть не только то, что было в ресторане, да, когда гости иногда даже просили принести дополнительную порцию, иначе мы вот напишем плохой отзыв, и я это делала, да, мы с шефом договаривались, он делал еще плюсом, там еще одну рыбу, например, отдавал, да, горячая. Потом плюсом просто огромное-огромное количество негативных отзывов в Фейсбуке. И вот вопрос, насколько это хорошая реклама, потому что тут буквально перед эфиром я зашла на страницы известных ресторанов, которые участвовали в ресторанной неделе, и поголовно все последние отзывы с серым значком в Фейсбуке не рекомендую и ставят единицы. Вот как вы считаете, все-таки вы стараетесь, да, вы являетесь представителями своего заведения, вы просто всем потов сошло, носитесь по кухне, хотите прорекламировать, познакомить. Стоит ли играть свеч, ценят ли это сами посетители? Не будем обобщать, но большинство вот. Мы вот поэтому и говорим, что это как-то надо более освещать, чтобы люди были подготовлены, потому что большинство людей воспринимают это просто как акция, как дешевый вариант сходить в хороший где-нибудь ресторан, попробовать несколько блюд не за большую цену. А ресторану, конечно, главное, чтобы это было именно как реклама, чтобы что-то именно свое приготовить, свою изюминку показать людям. А большинство людей, оно вот пришло, они думают, вот сейчас вот мы покушаем, именно приходят, как вот покушать, в этот день подешевле, побольше именно съесть. И поэтому, а если это будет и популяризироваться, и будем именно мы изначально говорить, что вот в этот день вы можете ознакомиться. Мы специально, вот наши латвийские все шеф-повара, мы специально для вас что-нибудь из наших продуктов или из других продуктов именно специально для вас сделаем вам, чтобы вы попробовали и знали, как это должно быть, какие вкусовые качества, да, что вкусно, что невкусно. А не именно, что это день, где можно поесть в ресторане задешево. Изменить саму концепцию, чтобы люди не воспринимали этот день вот именно вот как, что-то как халява. Ну так вот, вот как раз-таки это воспринимается как халява, и более того, требуется еще, еще, еще. То есть, ну, я не знаю, на мой взгляд, насчет популяризации, да, тот же портал LifeRig, который освещает это мероприятие, рекламирует, а он черным по белому и пишет, что из себя представляет ресторанная неделя. То есть, где происходит вот это отсутствие коммуникации эффективной? В данном случае, на мой взгляд, не хватает образованности со стороны потребителя, что ли так это можно назвать, когда люди не до конца понимают, что такое тестинг сайт, что такое дегустационное меню, что им именно предлагается. Черным по белому написано, что приглашают ознакомиться, но, опять же, что значит ознакомиться? Во-первых, далеко не все читают, что там написано. Да, все смотрят, а поесть за 15 евро, отлично, я пошел. В итоге преследуется цель не попробовать, не найти какие-то там вкусовые соединения и так далее, а... То есть, у нас звонок, давайте послушаем у нас мнение. Добрый день. Добрый день. Слушаем вас. Алло. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Да, слушаем вас. У меня такой вопрос, может быть, не по адресу. Я сам любитель посеять, покушать в ресторане. А что подразумевается под понятием дешево, в вашем понимании? Потому что я, поскольку я хожу в ресторан достаточно часто, и в основном, кстати, не в Латвии, а за границей, меня, честно, немножко смущает, что совершенно, как бы, ну, очень высокие цены на нашу ресторанную продукцию. И вот чем вы это можете объяснить? Ну, смотрите, у нас обсуждение цены в рамках ресторанной недели, да, отвечая на ваш вопрос. Там предлагается три блюда, закуска, основное блюдо и десерт, либо за 15, либо за 20 евро, в зависимости от уровня ресторана. Вы считаете, что это достаточно высокая цена? Ну, вы знаете, смотрите, как бы я ни в коем случае не подумайте, что я хочу там поевничать или как-то чему-то там обидеть, да, но 20 евро – это, ну, мягко говоря, недешево. За три блюда. А, за три блюда? Конечно, конечно, я вот повторюсь, да, может быть, плохо слышно было. Ну, за три блюда, опять же, с уровня ресторана. Я просто уже только что вернулся из Кёльна, и в период аналоги в продовольственной выставке в Кёльне цены на рестораны, скажем так, ну, они завышены немножко, чем обычно, да, и вот нам обед на троих, причем такой, ну, серьезный обед, ну, это имеется с аргентинскими стейками, с достаточно большим количеством пива и десертом арфель, штрудель и прочее, прочее, обошелся в 85 евро. Угу. То есть, ну, как бы это сравнимо с нами, приблизительно ровно в два раза дешевле. Угу. Ну, вот, и поэтому, честно, смущает, почему у нас так и продукты питания уже, это вообще не надо, это отдельная история, у нас просто баснословные цены. Вот чем это можно объяснить, это не могу понять. Цены на блюда «Добрый вечер» в ресторане формируются, во-первых, из себестоимости продуктов, из определенного заложенного коэффициента затрат, то есть это электричество, газ, рабочая сила и так далее, ну, и плюс, естественно, ресторан должен заработать. Нет, я не, ребята, я не оспариваю это, я сам бизнесмен, просто... Да. Я с вами не спорю, я пытаюсь объяснить, ответить на ваш вопрос, который вы задали в начале, да, то есть цены на продукты, ну, все знают цены на продукты, то, что мы видим в магазине, то по тем же ценам рестораны продукты и закупают. Если это хорошие продукты, то они еще дороже, да, то есть никаких там скидок, бонусов и так далее у ресторанов на закупки нету. Ну, как бы это странно не было, это, может, не совсем честно, но это так, как есть. Я бы, честно говоря, с вами не согласился, ни один ресторан не покупает продукты питания в магазине. Да я вам еще раз повторяю, что у поставщиков такие же цены. Я работаю уже достаточно долгое время в этой сфере, и я сам занимаюсь... Вы покупаете в магазинной цене? Я вам еще раз повторяю, что цены у поставщиков, они не сильно отличаются от тех цен, которые в магазине. А учитывая то, если вы работаете в ресторане хорошего уровня, да, то это будут и продукты соответствующего уровня. А продукты, там, премиум уровня, они будут дороже, чем продукты, которые в магазине, которые доступны для, там, повседневного использования и употребления. Да, речь же идет не о замороженных продуктах, правильно? Ну, естественно. То есть это все свежее должно быть. Ребята, я просто задал вопрос, вы ответили, и я, еще раз говорю, это каждого, я просто свое видение сказал, я же ни в коем случае не пытаюсь там залезть к вам в карман и сказать, что вот вы там грабите нас. Просто я высказал свое мнение, что меня это смущает, потому что я путешествую очень много по миру. Ну, и в Нью-Йорке, конечно, цены, скажем, дороже в ресторанах, чем у нас. Не намного, но чуть-чуть дороже. Ну, и опять же тоже стоит брать во внимание географическое положение, да, то есть где мы находимся, что мы продаем. Если там мы находимся где-нибудь на берегу моря, в котором куча хорошей рыбы, которую можно продавать, да, естественно, это будет намного дешевле. А когда используются в основном импортные продукты, ну, естественно, еще добавляется эта цена. Вы знаете, ну, например, Эстония, в которой у меня тоже бизнес, да, она не сильно отличается от Латвии, как бы, и по месторасположению, и по всем позициям. Но в Эстонии, в Эстонии чуть-чуть дешевле, скажем так. Ну, процентов на 15 все равно дешевле рестораны. Просто, может, у нас как бы, ну, не знаю, какая аренда, какую есть аренду ресторанов платят. Может, в Эстонии аренда дешевле, и это, как бы, компенсирует. Ну, в любом случае, спасибо вам большое за мнение, да. Я думаю, что, если вы дослушаете нас сегодня до конца эфира, мы ответим еще... Я с помощью постоянно слушаю. Очень приятно, очень приятно. Тогда оставайтесь с нами. Мы сегодня затронем тему обязательно и себестоимости блюд, и того, в общем-то, из чего складывается цена на той же ресторанной неделе. Много ли может ресторан заработать. Вот, так что все-все обязательно сегодня еще обсудим. Спасибо вам. Хорошего вечера. Так, ну, такое мнение у нас было сейчас от человека. Я думаю, что нам стоит все-таки вот после рекламной паузы поговорить более подробно на тему 15-20 евро. Это дорого или это приемлемо, и сколько вообще... Ну, если, конечно, можно об этом говорить настолько прямо, сколько идет наценка и так далее. Ну, вот, как вы думаете? Да, конечно. Да, затронем, потому что, ну, я думаю, что это не единичный случай, когда у нас слушатели будут спрашивать и интересоваться. Потому что, ну, не зря же все-таки они все пишут в Фейсбуке, что вот такие маленькие порции и за такие деньги. То есть для кого-то это действительно покажется огромной ценой за три позиции. Для кого-то в любом случае покажется. Возможно, возможно, отчасти из-за чего так происходит из-за того, что в ресторанную неделю, возможно, привлекаются люди, которые обычно не ходят по ресторанам, которые не привыкли ко всем ресторанным ценам. И они приходят, естественно, не в первый раз, но там за долгое время выбрались в ресторан, на ресторанную неделю, заплатили там 20 евро и им приносят там 3, предположим. Да, естественно, у человека может быть какое-то недопонимание, что вот я вот за это плачу там 20 евро, да, вот один, одна из возможностей, почему это может быть так. Хорошо, тогда мы вернемся обязательно к обсуждению ресторанной недели, фудкастов и посещений нашими жителями, да, все его мероприятия. После рекламной паузы оставайтесь с нами в эфире «Открытая кухня». Итак, в эфире программа «Открытая кухня». Меня зовут Валерий Ивановый, сегодня в студии гости шеф Никита Прибыльский и Денис Лосунский, ребята с просто многолетним опытом в этой сфере. Обсуждаем сегодня такую очень, ну, двоякую, я бы сказала, тему «Ресторанная неделя осенняя», которая буквально вчера закончилась. И самым главным вопросом является, стоит ли игра свеч как для ресторана, так и для самих посетителей. Потому что рестораны в рамках этого мероприятия предлагают такое дегустационное меню за 15 евро. О, у нас есть два, ну, дождался человек, так. Добрый вечер, вы в эфире. Да, добрый вечер, смотрите, я вас тоже, кстати, не первый день слушаю. Приятно. Мне кажется, вы сами себе противоречите эту девушку. Да, я вас слушаю. Нельзя категорически говорить, три блюда, 15 евро, это много или мало. Как только вы начали понимать эту тему, вы уже проиграли. Обоснуйте свое мнение, интересно. Я ваш любитель, и я хожу к вам за атмосферой. И если я прихожу за атмосферой и получил эту атмосферу, я считаю в долгом чести дать и чаевые, и рекомендовать друзьям. И если где-то повар был неправ, что-то было приготовлено не очень хорошо, да бог с ним, от нас было то, что нужно. И вот если вот в этих ваших вечерах вы там делаете столовку, то и будут отзывы как о столовке. Если вы там создали атмосферу, то есть у вас там был сексофон, там, я не знаю, ну, как это делать с атмосферой, наверное, вам виднее, чем мне. Если вы атмосферу создали, у вас не будет ни одного негативного отзыва. Если у вас была офига с моим ребенком, а обед мне удался, мне понравится, я к вам еще раз приду. Я приду с атмосферой, а не пожрать, понимаете, все разные вещи. Вы абсолютно правы, я с вами абсолютно соглашусь, и, кстати, это одна из причин, почему я против еды на вынос. Хотите вы или не хотите, но ланч у нас 6 евро на человека, а ресторан по течению 15 евро на человека. И вот поварам, к сожалению, нужно попасть в этот сегмент, потому что мы просто бедны. Но помимо нас, здесь еще есть иностранцы, и у тех эта цена как минимум удваивается и утраивается. Но если у вас не будет атмосферы, я к вам не пойду. Ну, атмосфера, она, безусловно, важна, да, то есть ресторан не может существовать, мы про это уже не один эфир говорим, да, что атмосфера, она создает. Когда вы делаете эти вечера, вы следите за тем, чтобы там не было шума, чтобы свет там был правильный, чтобы там была какая-то музыка, чтобы количество людей не толпилось в очереди, не орали, не бежали, не устраивали балканы из ресторана. Если вы вот все эти критерии выдерживаете, неужели я что-то плохое в ваш адрес напишу? Ну, так мы как раз таки обсуждаем, что когда выдержана атмосфера и организация, да, самого процесса во время ресторанной недели, все равно идут плохие отзывы именно насчет маленьких порций. И мы сегодня обсуждаем, просто не поняла вопрос, в чем противоречие, мы обсуждаем, правильно ли требовать за 15 евро огромные порции. Если это дегустация, если это такой жест буквально благотворительности от ресторана, от шеф-повара познакомить, удивить и дать возможность абсолютно любому человеку, несмотря на его заработки, попробовать. Вот мы про это сегодня говорим, не про то, что... А правильно ли, что произведение Пикассо стоит таких сумасшедших дней? Вот мы правильно, как вы думаете, сколько должна стоить картина, 8 евро или 12? Или как у Пикассо. Вот есть повар, есть владелец ресторана, и он может творить такие чудеса, которые без цены. Там не надо ставить ценник. Ценник он вторичен. Если у меня проблема с деньгами, я дома буду готовить, а если у меня есть потребность в ресторане, то я хочу атмосферу получить. И за ней я буду возвращаться. Цена, в случае, не имеет вообще никакого значения. Если вы сосредотачиваетесь на цене, вы уже провозди. Ну, я думаю, что у нас немножко такая мискоммуникация произошла, потому что мы про одно говорим. Да нет, позвонил человек со своей точки зрения, и если бы его понимание было бы у всех посетителей рижской рестораны недели, я думаю, что этой проблемы, которую вы, Валерия, подняли, не было бы. Так у нас второй звонок. Добрый день. Добрый день, Олег. Очень приятно. Знаете, я считаю, что немножко большая ошибка – это слово «дегустация». То есть ресторан и слово «дегустация» – они несовместимы. Вы лучше сделайте неделю демпинга, да, в свой убыток, как делают бизнесмены, понимаете? Чтобы завлечь сначала. А решите, пожалуйста, термин, который вы озвучили. В какой смысл? Демпинг. Демпинг? Какой? Вот вы делаете хорошую порцию, себе в убыток, да, неделю. Делаете себе в убыток, да. Но потом вы наберете. Почему? Количество людей, которые будут посещать ваш ресторан. Вы завлечете их, а так получается, вы не говорите «дегустация». Вы называете это другим словом. Но в принципе у вас получается «дегустация», как, извините меня, в супермаркете. Ну, ребята, это несовместимые вещи. Ресторан и дегустация. Давайте дадим возможность ответить нашим шефам. Денис, как вы считаете, совместимое слово «дегустация» и «ресторан» и «ресторанная неделя»? Это же идет именно как это шоу, именно эта неделя, это и есть. Это вот дегустация, презентация, именно ознакомление людей, масс, именно вот с этим рестораном, именно с манерой этого шеф-повара, который представляет этот ресторан, именно со стилистикой, именно какое шоу, какая программа, какая атмосфера, именно ознакомительная полностью вот эта вот неделя именно с рестораном. Я вас понял, да, но понимаете, я потребитель, да, я не хочу идти дегустировать в ресторане, понимаете, я хочу пойти и хорошо поесть, если я поем первую неделю дешевле, то на вторую и мне понравится, на вторую и третью неделю я буду ходить в ваш ресторан, не беспокойтесь, вы все отобьете, это бизнес, ребята, ну что, несовместимые вещи, я говорю, дегустация и ресторан, ну несовместимые, вот это мое мнение потребителя. Спасибо вам за мнение. Я позволю тоже не согласиться с Олегом, потому что дегустационное меню это термин, это термин, который распространен по всему миру и из себя дегустационное меню предлагает ужин или обед из нескольких курсов, которые в себе отображают философию ресторана, умения шеф-повара и какие-то инновации. То есть, соответственно, если рижская неделя ресторанов по формату изначально представляет из себя дегустационное меню, то почему же это несовместимые вещи? Это именно ознакомление, это не накормить людей за неделю, это популяризировать ресторанную культуру, это образовать людей, это поднять их понимание о еде. Мировоззрение расширить. Вообще, касательно стоимости блюд, я сама к ресторанному бизнесу отношения никакого не имею, но очень люблю готовить и стараюсь преимущественно выбирать для готовки хорошие продукты. Но я понимаю, что те продукты, которые выбирают себе рестораны, они еще лучше, чем те, которые выбираю я, потому что у вас есть там места специальные и всякое такое. Так вот, хочу сказать, что самое простое блюдо, если выбирать хорошие продукты, это я даже не вам говорю, а вот слушателям, вот как домохозяйка, скажем так, да, вообще-то это дорого. И сделать, купить тортик в магазине и приготовить его дома, дома может оказаться дороже. Или там приготовить, я не знаю, качественный какой-то там ризотто, да, чтобы использовать правильные продукты. Это дорого, если мы используем настоящее сливочное масло, если мы используем хорошие морепродукты, насколько их вообще возможно, ни за что не возьмите. А еще возьмем, давайте, то, что я стою у плиты, между прочим, знаете, как вот 10 евро в час, если взять минимум, да, зарплату, ну, добавьте еще десяточку к этому всему. То есть надо все это накрыть, официанты, уборщики. Вообще, если посчитать, страшно дорого. Вот у меня такой пример, однажды меня подруга пригласила, у меня там был давленный карта, за 170 евро на какую-то СПА-процедуру. Я думаю, боже мой, что же это такое за такие деньги? И вы знаете, когда на меня было истрачено около дюжины полотенец, два халата, меня три раза покормили, там, 4 человека за мной уходили и ухаживали, я поняла, что вообще-то это было дешево. Для такого количества вот заботы, ухода, для этой атмосферы, для этого ощущения, цифра астрономическая, казалось бы, да, для там сеанса часового массажа, там, с еще какими-то процедурами. А вообще, поэтому, ну, нельзя говорить, что дорого, 15-20 евро. Другое дело, что у меня, предположим, нет денег ходить по ресторанам. Ну да, это вопрос уже. Раз в неделю я не позволю себе. Но я считаю, что это дешево, да, вот для того, чтобы попробовать, ощутить, понять, почувствовать, увидеть что-то новое, что-то интересное. А творчество, да, которое вложил шеф-повар и повара, которые работают на кухне, они тоже, в общем-то, вкладывают свою какую-то часть творчества, души, да. А чтобы люди хорошо работали, с удовольствием, нужно, чтобы они какую-то зарплату получали более-менее, да, а не думали о том, что им самим там не на что купить ботинки. Ну вот, и все это с копеечку вылетает. Поэтому вот так вот, знаете, прийти пожрать, простите за это слово, это, ну, вообще бит такой совсем, да. Вот, а вот если это какая-то эстетика, культура, здесь вопрос стоит, мы заработали на это или нет, там, можем позволить себе или не можем, да. Ну вот, я не очень могу, но я понимаю, насколько это все, вообще-то, вот эстетика, ну, байхара, высокая. Спасибо вам огромное, я прям, честно, не видно, да, сейчас через радио, что я улыбаюсь, у меня улыбка до ушей, потому что, когда я слышу такие мнения, у меня, ну, у меня прям внутри все светится, потому что люди ценят все, что вы делаете. И вот наша слушательница сказала, да, что это и атмосфера вот как раз, работа официанта, это красивая посуда, про это не будем забывать, сколько это стоит, сколько денег, это бьется. Да, да. В итоге, да, в итоге, там, редукция этого продукта возрастает в кучу процентов, да, то есть, если у тебя там был 5 килограмм, в итоге у тебя получилось 500 грамм. Ну, поэтому мне обидно слышать, что ребята, это бизнес, да, вот кто-то у нас сказал мнение, ну, вот вы, Никита, сейчас рассуждаете, как бизнесмен, который понимает, из чего вот каждая эта соломинка, ну, вы понимаете, сколько это стоит. Потому что, когда люди говорят, дорого продукты столько не стоят, это далеко не все, да, если, там, мы приходим в ресторан, в котором, там, наценка будет порядка 300%, как это обычно есть. Если взять блюдо за 10 евро, то его себестоимость чисто по продуктам будет, ну, 2 евро, да. А остальные еще, там, столько же, не меньше, даже больше, наверное, себестоимость вложенных средств – это затраты на посуду, на ее мытье, на работу, на электричество и так далее. То есть, в итоге мы имеем, там, из 2 евро, у нас уже складывается, там, 4. Соответственно, есть моменты, о которых человек, который думает, ай, пойду, куплю, приготовлю, просто не думает, потому что для него это обиход. Да, он привык, там, платить в месяц столько-то за электричество, столько-то за газ. Ну, это совсем несравнимо с теми. Абсолютно несравнимо, это десятки раз разница. Послушаем еще мнение у нас, разрывается телефон сегодня. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошая передача, у вас нравится мне. Спасибо. Я вот слушаю, для меня было большим удивлением, вот какой-то или прошлый понедельник, или позапрошлый у вас был человек, оказалось, он хозяин и жизни Летта, и Кода. Да, первый эфир самый был у нас, Мурат Юшко. Да, что для меня стало вообще большим сюрпризом, что это один и тот же человек делает таких два разных, в моем понимании, места, которые… Ну, я был там и том, что в одном мне очень нравится, второе мне понравилось вообще. Вот, а по поводу цен и вообще вот походы в ресторан, я вообще люблю очень гастрономические путешествия. Вот я куда еду, я просто, я сразу еду туда кушать в первую очередь, а не отдыхать. Так вот, в Европе, в отличие от нас, есть культура, люди ходят ужинать. Люди там 6 часов, там 7, 8, там, смотрят страны, там, итальянцы позже, французы пораньше, там, бельгийцы и так далее. У них культура, они любят ходить в рестораны, они любят кушать, они любят сидеть, разговаривать, встречаться с компаниями и так далее, и так далее. У нас, у нас вот такая вот, получается, двойком ситуация, у нас немного ходят, от этого и цены большие. Ну, объективно, если взять, у нас дороже, вот, реально, если пойти в среднестатистический ресторан, низ-минус там по цене, который на слуху в Риге, он объективно проиграет любому итальянскому, там, французскому ресторану, потому что у них, ну, я не знаю, к ресторанам бизнеса не имеет отношения, но, мне кажется, из-за того, что у нас потока меньше, у нас нету таких продуктов. То есть у нас там, например, паэлью с морепродуктами или там суп с морепродуктами не приготовят за ту цену, как готовят в Риме. Потому что там, не знаю, итальянцы на пиццу там руколу или брускетты кладут, ну, просто там, в море. А у нас там немножко, потому что, я не знаю, или экономят, или потому что она у нас дорогая, реально, по факту дорогая. Так вот, если мы придем к тому, что мы сами люди, они будут приучать себе детей ходить в рестораны, ужинать, и цены будут не задираться, а опускаться чуть-чуть, чтобы среднестатистический человек мог позволить себе сходить семьей в ресторан. Вот у меня трое детей, у них пятеро сходить в ресторан, ну, примерно, я думаю, вы понимаете, сколько. Так вот, чтобы такие люди могли ходить чаще в рестораны и больше там заказывать, там, не знаю, больше находиться времени, то, соответственно, можно, конечно, эти цены немножко вот так вот приравнивать к европейским. Ну, вы же понимаете, что цену на еду в ресторане невозможно снизить, учитывая то, что цены на все вокруг повышаются. Владельцу из кармана докладывать, оплачивать часть счетов, это просто невозможно. Мы же, рестораны, они же не существуют, ни в какой параллельной вселенной не находятся в том же самом городе, на тех же улицах, что мы живем. Да, как вы правильно сказали, нам все надо заказывать, ту же реколу, ту же салаты, мидии, морепродукты. Нам все привозят, и за это уходят деньги на логистику, поставщик наценивает все это. Естественно, если вдруг шеф-повар решил поставить то, что не особо часто фирмы везут в Латвию, но этот ингредиент, он будет очень хорошо стоить, и поэтому просто уже себестоимость только из-за этого вырастает очень сильно. Потому что можете взять морепродукты какие-то, ну, вот как замороженные в простых магазинах, которые там несколько месяцев переморожены, либо попробовать свежие, это уже совершенно другая цена, и просто уже невозможно качественные продукты поставить дешевле в наше время. А если это делается, то это не будет выгодно, потому что аренда – хорошее место в хорошем районе, очень много стоит по аренде, это тоже надо учитывать, поэтому с ценой тут тоже сложно. Угу. Ну, у нас сегодня совсем, да, такие разные-разные мнения. У нас еще есть звонок. Послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Вы знаете, беда в том, что у нас народное население опростилось. Вы обратите внимание, как люди ходят на концерты в театре, как они одеты. Я помню, в ресторан мы ходили, это был для нас праздник. Мы старались принарядиться, сделать прически. Были такие рестораны, в которых не пускали женщин в брюках, не пускали летом без чулок. То есть мы шли, как на праздник, в очень хорошее заведение. Ну и, соответственно, там и на столах было все хорошо накрыто все. Люди просто потеряли, как это сказать-то, в общем, не понимают люди этого ресторанной культуры. Как-то, я не знаю, как это возродить, но вы старайтесь, может, получится у вас. Спасибо. А как вам стараться? Можете дать совет, пожалуйста? Уехов и хорошего настроения. Спасибо вам, очень приятно. Ну вот видите, сколько людей нас уже поддерживают, мне кажется, это не может не льстеть. Ну вот и получается, эти все события, как ресторанная неделя, все это вот и идет. Это мы хотим, организаторы хотят, чтобы как-то более это все в массы, чтобы вернуть это, чтобы люди ходили, интересовались. Ознакомление. Что сейчас очень сильно бытует мнение, что и правда рестораны – это очень дорого. Нет, у нас в городе много, ну в стране даже разного уровня рестораны. Да, есть очень дорогие элитные рестораны, но есть и среднего класса. Другого просто потихонечку, чтобы люди не сидели дома, чтобы не ходили максимум, зная там ланчи, кафе, бестро, шли, попробовали именно, узнали. И вот это вот, это как бы выманить их из дома, как раз вот для этого вот и есть, вот как неделя ресторанов. Очень хороший повод, чтобы человек вышел, и при том, что он уже не боится, он не боится цены. Многих пугает в ресторанах, что, а какая будет в конце цена. Так он уже знает. И если он может, да, он уже все, он знает, что да, вот там, если что-то еще закажу, но немножко будет больше. А так он уже не боится, и он может вот выйти, рискнуть, ознакомиться. Более подготовленный, скажем. Ну, я думаю, что самый еще такой щепетильный момент в ресторанной неделе, что все-таки сами официанты, работающие в зале на ресторанной неделе, они переживают, что человек заказал вот 15 евро, и чай он вряд ли оставит. И это все ставится на конвейер, потому что, вот говорю перед эфиром, я перечитала порядка 10 отзывов, везде пишут, что когда ресторанная неделя, ужасное обслуживание. Я помню в своем опыте, что мы тогда в ресторан привлекали официантов со стороны, чтобы они помогли, потому что действительно это, ну, 10 официантов должно быть, это большой ресторан, да, чтобы обслужить быстро, качественно, еще рассказать про вот эти три самых блюда. Вот, поэтому, ну, нам один слушатель сказал, что мы же оставляем там чаевые, ну, здесь тоже вопрос, оставляют ли, в принципе, чаевые на ресторанной неделе. Здесь вопрос о подготовке самого ресторана в плане персонала к этому ивенту, к ресторанной неделе, да. Когда ресторан готовится к нему, они изначально рассчитывают на то, что у них будет много людей. Ресторанная неделя проводится далеко не первый раз, и персонал в курсе, кто оставляет, кто не оставляет, то, что работы больше, чаевых меньше. Соответственно, ресторану, ну, на изначальном этапе нужно решить, мы как вообще работаем. Мы готовы к тому, что мы там отпахаем неделю и мало на этом заработаем, да. И, ну, не знаю, вот у поваров, у хороших, у них есть такой принцип, либо хорошо, либо никак. Мне кажется, что здесь, ну, вот это тот момент, когда нужно решить. И нелегко принять решение. Но нужно на начальном этапе понять, так, ребята, давайте, мы участвуем в ресторанной неделе, да, мы, может быть, там, ну, типа, поменьше заработаем, но давайте мы выложимся, не будем опускать наш уровень. Потому что, да, я сам, ну, очень слежу за ресторанной неделей всегда. Я не хожу по ресторанам, не пробую, потому что мне это неинтересно. Мне интересен именно фидбэк от людей. Мне интересно, кто, как, что воспринял. Ну, и, да, я вижу отзывы, я вижу, что пишут, что плохое обслуживание и так далее. И в такие моменты ты думаешь, ну, почему так? Почему ресторан подготовился? Почему шеф подготовился? Почему он подготовил свою команду для того, чтобы она там разрывала, чтобы на неделю там сгорбившись стояла, нарезала, жарила и отдавала? А персонал зала, ну, забил просто. Ну, да, побегаем. Побегаем, ничего не получим на отмашку. Мне кажется, что должно быть вот это понимание. И это тоже проблема, почему люди так относятся к ресторанам. Да, то есть человек думает, ай, мне не оставят чаевые, ладно, неделю я там что-то как-то поделаю, там побегаю, а потом буду нормально работать. Нет, это состояние ответственности, оно должно быть постоянным. Оно должно быть постоянным, и да, это есть проблема у работников такая. Проблема работников здесь не раз затрагивалась. Вы сказали, Никита, да, что нужно трезво оценить свои силы, участвовать ли вообще или нет. Это действительно большая проблема, потому что многие рестораны считают, что мы вот на этой неделе просто очень классно заработаем. Нам не нужно будет закупать продукты по меню, ну, скорее всего. Люди будут брать только вот там рыбу или мясо, которое представлено в дегустационном этом сете. Вот-вот наваримся, как говорится. То есть, на самом деле, вот в этом вопросе рестораны недели столько подводных камней тем для обсуждения, что, мне кажется, нам эфира вообще даже не хватит. Но то, что вот ребята из зала должны все-таки работать в команде с кухней, это я согласна, вот не на то, что на 100%, на 200%, иначе вообще зачем это? Отзыв пишут про всех. Возможно, как-то само руководство должно как-то более мотивировать. Не знаю, да, вот, ребята, вы будете сейчас неделю работать больше, чем обычно, но давайте какую-то, не знаю, там, премию придумать им за это или что, чтобы это отсутствие чаевых, чтобы оно как-то окупалось, чтобы люди понимали, что они не просто так делают, потому что, естественно, без мотивации тоже не хочется работать. У нас, кстати, вот мнение написал Евгений, да, наш постоянный слушатель. Зачитаю. Добрый вечер, частенько посещаю рижские рестораны, на ресторанной неделе получилось посетить только один. Было предложение за 20 евро, 3 блюда, все очень понравилось, вкусно. Насчет количества и порций претензий нет вообще. Единственное, что алкогольные напитки предлагались по неадекватной цене. Коктейль «Лонг Айленд» не самого хорошего качества стоил 17 евро. Я понимаю, что рестораны зарабатывают в основном на напитках, но это уже перебор. В Европе за такие деньги не найдешь алкогольного коктейля. Кстати, вот про алкоголь очень странно, потому что, когда я, опять же, работала в ресторане, у нас тогда было специальное предложение по вину, белое и красное, по абсолютно, типа, бутылка за 15 лет. Ну, это какой-то единичный случай. Да, да, да. Я абсолютно соглашусь, что это неадекватно. Ну, конечно, да. За что? За что? Это больше, чем самсет, да? Я представляю премиум-коктейль-бар, где далеко не дешевые коктейли, и я скажу, что даже у нас таких цен нет. Ну, я знаю. Да, очень странно. Ну, что ж, ребята, у нас сегодня, конечно, на эфир прилетел вообще молниеносно, я бы сказала. Очень много мнений. Телефон даже сейчас разрывается. Я приношу свои извинения всем радиослушателям, кто не успел у нас принять участие. Вот. Ну, спасибо вам всем за мнение. В эфире была программа «Открытая кухня», Никита Прибыльский, шеф-повар, Денис Ласунский. И до встречи в следующий понедельник в 5 часов. Всего доброго.